Колонны автобусов 31 и 33 маршрутов отменены. Тех, кто не смог добраться до дома, готовы приютить в городском центре культуры и в юбилейном. Автодорога Норильска-Иркан-Лыкель закрыта для всех видов транспорта. Для работников ночной смены надежды и передела цемента ООНОК объявлена актировка. Сегодня дома остались и школьники всех районов. В Норильске до сих пор действует штормовое предупреждение. Город накрыл северо-западный циклон. Он будет хозяйничать на юге Таймыра до четверга. Накануне синоптики предупредили об усилении ветра и повышении температуры. И вот сегодня норильчане сполна ощутили мощь природы. Ситуация в городе похожа на сводку с поля боя. Сообщения приходят из всех районов. К счастью, жертв нет. О разрушениях и грозящей опасности. Горожане предупреждают друг друга в соцсетях и по корпоративным каналам. Вот информация о кусках кровли на Красноярской. Рядом с первой насосной перевернулся КАМАЗ. В старом городе на внедорожник рухнула крыша. Слетела кровлей в центре города на Ленинском, 27. Короткое замыкание запечатлели в 50 метрах от управления главного энергетика. Отдельная история движения транспорта и движения к транспорту. Прорываемся на автобус. До скалы осталось 500 метров. Снега по колено. Видимость ноль. Но дойти до автобуса – это еще полдела. Главное – проехать. Эти эпичные кадры снимала одна из пассажирок маршрутного автобуса. Все мужики с автобуса, маршрут 12-й, пробуют вытащить автобус из сугроба. Мы находимся в районе Абакопеска. Ну, походу, ничего не получилось. После того, как комиссия Нортранс Норильск обследовала путь от Октябрьской до Горной и обратно, и от Октябрьской до Талнахской, энергетической и до Октябрьской, с линии отозвали весь транспорт. Сотрудникам запретили покидать рабочие места. В аэропорту задержались и пассажиры, которые прилетели в Норильск. Люди жаловались, что они попали в западню. Родственники и друзья не смогли их встретить. Усталость и отчаяние пришли на смену бурному восторгу. Вот так реагировали северяне на благополучное приземление. В такую погоду сели. Пилот красавчик просто. 30 метров в секунду. В голосовании за присвоение великих имен аэропортом наибольшей поддержкой пользуются Василий Суриков и Николай Урванцев. Именно их имена могут украсить фасады воздушных гаваней Красноярска и Норильска. Промежуточные итоги конкурса подводятся ежедневно в 12 часов по московскому времени. На данный момент более 4 тысяч голосов отдано за Николая Урванцева. Предложение присвоить Норильскому аэропорту имя Михаила Водопьянова поддерживают 2600 человек, а за Александра Сотникова проголосовали 1500. Напомню, имена, которые дополнят название 47 аэропортов, выбирают на сайте великие имена.рф. Масштабная акция не обошлась без скандалов. Сегодня у всех на слуху история аэропорта Омска. Сибиряки выдвинули кандидатуру лидера группы гражданской обороны Егора Летова и, несмотря на то, что музыкант лидировал в опросах пользователей соцсетей, в шорт-лист не попал. На сайте Российской общественной инициативы появилась петиция с требованием включить имя Летова в финал конкурса. Подписались уже более 14,5 тысяч человек. Накануне активисты Москвы и Омска вывесили на мостах баннеры с надписью «Все летит по плану», намекая на известную композицию. Плакаты полицейские сняли через полтора часа. Отмечу ранее, министр культуры Владимир Мединский прокомментировал отсутствие имени музыканта в шорт-листе. Присваивать имена живых людей – дурной тон. Поклонники напомнили, Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года. Позже Мединский пояснил, что его процитировали не полностью. На самом деле он произнес фразу «И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив». Окончательные итоги всероссийского конкурса подведут 5 декабря. В России увеличится пособие по безработице почти в два раза. Повышение произойдет впервые с 2009 года. Минимальную и максимальную сумму утвердило правительство Российской Федерации. Меньше, на что с начала следующего года сможет рассчитывать официально безработный гражданин – полторы тысячи рублей, а не 850 рублей, как сейчас. Больше – 8 тысяч, а не 4900 рублей. Кроме того, впервые вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста. Для них минимальное пособие составит полторы тысячи рублей, максимальное – 11 280 рублей. В ведомстве отметили, что эта сумма равнозначна величине прожиточного минимума. Стоит отметить, что для северян пособие больше. Уже с учетом районного коэффициента, размер минимальной выплаты – 2700 рублей, максимальный – 14 400. Предпенсионеры могут рассчитывать минимум на 2700 и максимум на 20 304 рубля. В отношении водителя, сбившего четверых человек, возбуждено уголовное дело. Напомню, авария произошла 11 ноября недалеко от кинотеатра «Родина». 34-летний водитель отвлекся от управления автомобилем. Его занесло на тротуар, где стояла группа людей. Легковушка врезалась в стену жилого дома. Три девушки отделались легким испугом. Весь удар пришелся на 32-летнего мужчину. Он получил серьезные травмы, был госпитализирован. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция – до двух лет лишения свободы. А вот судьба матери, избившей своего двухлетнего ребенка, уже известна. Сегодня на сайте краевой прокуратуры появилось сообщение о том, что женщина направлена в колонию общего режима. Напомню, в середине июля 20-летняя норильчанка поссорилась с мужем. Предметом спора стало воспитание детей. Во время конфликта их маленький сын проснулся и начал плакать. Мать решила успокоить его ударами по голове и пинком в живот. У мальчика разорвалась печень. Ему сделали операцию. Женщина в это время находилась под следствием. И вот Норильский городской суд огласил приговор. Пять лет колонии общего режима. Депутат Норильского горсовета Нина Шпетная. Назначена на пост представителю полномоченного по правам человека в Красноярском крае. Кандидатуру утвердили сегодня на девятой сессии Норильского городского совета депутатов. Помимо этого депутатский корпус принял в свои ряды Виктора Матасова. Он заменит Владимира Потеряхина, который на прошлой сессии отказался от мандата в связи с переездом в другой город. Обновленным составом народные избранники приняли решение по 14 вопросам повестки дня девятой сессии об основных Оксана Завгородняя. Первым делом депутаты подвели итоги своей деятельности за прошедший политический сезон. 10 сессий, 184 вынесенных решения. За 12 месяцев с сентября по сентябрь народные избранники рассмотрели почти 2000 обращений граждан. Почти 700 вопросов норильчане задали в ходе встреч с депутатами, а их было проведено 440. Больше всего нареканий касались сферы здравоохранения. Традиционно много вопросов по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству. Повлиять на этот рейтинг можно, считает спикер Норильского парламента. Как раз на сессии депутаты одобрили предложение администрации увеличить размер подъемных для приезжих специалистов. С 2019 года они будут получать не 100 тысяч рублей, а от 150 до 300 тысяч в зависимости от квалификации. И это еще не все. Решается вопрос об участии Норильска в федеральной программе «Земский доктор». Считаем, что Норильс вполне может претендовать на вход в такую федеральную программу. И тогда врачи, приезжая сюда, будут получать более серьезные деньги на обустройство, на начало своей работы. Ну и соответственно обратной ответственности будут закреплены сроки по работе на территории. Отдельное внимание к изменениям в налоговом законодательстве. С 1 января Красноярский край переходит на новый порядок определения налоговой базы. Исчисление будет проводиться по кадастровой, а не по инвентаризационной стоимости объекта. У большинства норильчан суммы в налоговых квитанциях снизятся. Причем чем больше квадратура, тем более существенную разницу почувствуют налогоплательщики. Владельцы гостинок и вовсе не будут платить. Налоговые вычеты перекроют сумму самого налога. А что с размером самой кадастровой стоимости объекта, спрашивают депутаты. Ни для кого не секрет, впереди детальная переоценка. Даже если увеличение кадастровой стоимости приведет к увеличению нагрузки налоговой на население, у нас с вами всегда есть право изменять налоговую ставку. Мы ее можем понизить до минимальной 0,1%. Кроме того, увеличивать размеры налоговых вычетов. Также устанавливать дополнительные льготы. К слову, если бы депутаты не приняли решение о налоговых ставках, то по федеральному закону применялась бы ставка минимальная, 0,1%. И тогда пострадал бы не только городской бюджет, который получил бы финансовую дыру больше 80 миллионов, но и льготники, освобожденные от уплаты налогов решением Горсовета. А это прежде всего дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды третьей группы и родители детей-инвалидов. Оксана Завгородняя, Екатерина Луцев, Дмитрий Химич, Вести Норильск. Мастер-класс по созданию новогодней елки, пункт обмена одежды и бесплатной консультации юристов. Это малая часть программы «Дня открытых дверей», который пройдет в комплексном центре соцобслуживания на Комсомольской 49В в четверг, 22 ноября. Посетители смогут измерить артериальное давление, обменять прочитанную книгу на другую литературу, а также воспользоваться складом бывших в употреблении вещей. Для этого необходимо принести ненужную одежду для любого возраста, после чего можно будет подобрать вещи для себя. Мероприятие пройдет с 14 до 17 часов. В Норильске открылась школа актерского мастерства. Напомню, проект фонда «Живая классика» при поддержке заполярного филиала успешно заявил о себе в прошлом году. Несколько десятков норильских подростков под руководством педагогов ГИТИСа прошли курсы актерского мастерства, сценической пластики и речи. Все, чему научились, ребята показали на сцене. В этом году желающих познать секреты театральных искусств также немало. Обучение в школе проходит бесплатно. В эти дни идут уроки по актерскому мастерству. Как и в прошлом году, их ведет преподаватель ГИТИСа Тарас Белоусов. Я настолько полюбил город, очень полюбил. У меня теперь тут есть друзья, вот настоящие друзья, которым даже летом, где-то когда путешествуешь, передаешь подарки, мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. И, вы знаете, я испытываю чувство радости, трепета и волнения, потому что мы уже поняли, что ребята есть уникальные. И очень хочется помочь этим ребятам, чтобы опять о них услышали, про них заговорили и, может быть, помочь им чем-то в жизни. И возвращаясь к главной теме дня. На данный момент известно о повреждении трех легковых машин. Ветер порывами 20 метров в секунду сорвал 800 квадратных метров кровли здания шахтопроходческого управления номер 4 заполярной строительной компании. Фрагменты рухнули на землю. Никто из работников не пострадал. С последствиями стихии планируют справиться в кратчайшие сроки. 21 ноября в Норильске ожидается облачный снег, метель. Ветер южный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. А в горных районах порывы будут достигать 25-30 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 11-13 градусов. Днем столбик термометра покажет от 8 до 10 градусов ниже Ноливой Ответки.